друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал сам вел адамян мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что ребят что делается вот все таки севкин приезд оказал благотворное влияние на шуку это зиной шу помогла себе позволить валять дурака и изображать из себя немощную беспомощную старушку но стоило только севки вернуться как тут же он приехав к мамке зайдя к ней в палату решил мамке провести курс молодого бойца и нашему вниманию предстала следующая картина в палате на койке шупа в пижаме штанишках мальвины друзья мои ловко орудовала ногами запрокидывая их не хуже анастасии волочковой да да я не шучу вы знаете вот честно хорошо хоть на стене друзья мои не было картин а то могла бы быть беда шупа так ловко орудовала своими конечностями в своем то возрасте таком знаете уже достаточно прилично я считаю что ей могли бы позавидовать молодые девушки вот что значит порода да севка не зря мамкины побегушки по кукурузным полям прошли как говорится опыт не пропьешь это шупа не помнит как надо салаты готовить или как голову мыть или как домик дур домик на пульте искать а вот ноги раздвигать задирать всяко-разно она как пионерка в этом плане всегда готов ну что друзья мои причем так интересно было когда шупа запрокидывала ноги делая упражнения шупа громко-громко так знаете считала на что ей севка посоветовал говорит мам не надо орать ну да действительно а то не дай бог сейчас на этот крик шупы сбегутся все медработники и друзья мои увидев вот эту картину маслом тут же будут в шоке от увиденного скажет фига себе как он ее быстро поставил на ноги хочешь не хочешь а ноги поднимать будем ну что хочется сказать по этому поводу я почитала и ваши комментарии и посмотрела и там немножко почитала комментарии на его канале вы знаете ребят по поводу того что приехал севка решил таки разгрузить зину да решил дать ей немножечко так скажем глоток свежего воздуха это не по этой причине севка приперся к мамке туда в палату не по этой причине плевать севки на эту зину абсолютно ему на мать родную плевать какая зина зина ему вообще никто и уж до зина ему нет никакого дел севка приперся к матери с одной целью для того чтобы пилить контент потому что тут же посмотрите не успел сынулька родной приехать как тут же уже запилил несколько роликов и даже буквально вот где-то полчаса или час назад вышел стрим друзья мои да казалось бы шупа должна лежать отдыхать там еще и зина ко всему прочему но нет севка невзирая ни на что ему было плевать на этих бабок на этих пожилых женщин он решил вот этот вот стрим провести причем с матами с оскорблениями с обзываниями там кроет матом трехэтажным это ужас какой то со стороны это выглядит ужасно поэтому его приезд обусловлен был не тем что он пытался зину немножечко разгрузить да дать ей свободно немножечко отдохнуть от шупы и так далее нет просто ему надо было пилить контент что снимать кроме мамки ему снимать нечего это во первых но во второй причине севка захотел показать что он тоже хороший сынок что он замечательный сын что он тут же сразу после киева ринулся ломанулся к мамке в палату ну так заскучал за мамкой так по мамке соскучился что просто понесся со всех ног к своей мамке а на самом-то деле ребята он заходит туда он снимает контент он находится с ней буквально совсем ничего а потом он уходит от нее и все это время все оставшееся время шупой в палате находится зина именно зина бегает там на посылках выполняя все хотелки все мамкины указания и так далее в общем да ну а шупа когда значит севка заставлял ее махать ногами делать упражнения соответствующие так далее шупа молчала в тряпочку потому что она прекрасно понимает это не зина то севке она слова поперек не скажет ну а далее я читаю комментарии так понимаю зрителям в комментах стало скучно у адамяна и они написали но все говорит давай вези бабки телевизор и пульт будем домик искать ну да друзья мои домик дурдомик видно все уже соскучились но кто на самом деле отдыхает от шупы так это соседи наверное расслабляются ждут да ну так скажем наслаждаются вернее жизнью пока нет рядом мамки ну а севка друзья мои когда вот он лежал на соседней кровати в этой же палате да он прям так закряхтел со словами о господи ребят когда знаете он начал кряхтеть вот это вот сопеть кряхтеть да чуть ли не пердеть я подумала что затем они находятся где-нибудь в доме престарелых не ну с мамкой то ладно ей все таки 76 лет ну а севка еще молодой мужик а уже как знаете кряхтит как деда пердеда самый настоящий далее севке стало скучно он видимо решил совместить приятное с полезным да и включил стрим ну и собственно там начало стрима мамка лежит ребят развалившись в этих штанишках мальвины да прям развалив свои ноги раздвинув по самой неболу и слушайте это смотрится ужасно я конечно понимаю что на ней штанишки вот эти вот бриджики да вот эта пижамка под пижамкой там конечно же памперс это все отчетливо видно потому что все это заметно но вот так вот разваливать ноги взрослая бабушка да уже такая пожилая женщина будем называть вещи своими именами но так вот раскинуть свои ноги это что-то с чем-то даже не понимает что надо как-то вести себя скромнее ну да ладно мы чё только с вами уже не видели и короче севка интересуется у мамы мам какую еду тебе говорит привести может горит капусту в этот момент мне стало смешно хотел сказать севка ты правда считаешь что она этой капусты еще не наелась вы еще там все этой капусты не наелись что ты что ирочка что мамка да такое впечатление что жрут одну капусту а она говорит так может суп ну то есть ей захотелось чего-нибудь такого более легкого 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 супчика на что севка сказал так суп у тебя тут есть я мол тебе уже суп привозил и говорит ты хочешь мама а я тебе зварю говорит два яйца на что шупа в ответ заржала и мне самой честно тоже стало смешно она говорит типа ты чё говорит решил меня также говорит кормить как и я говорит тебя встречаю тут говорит да да говорит как ты мне говорит так и я тебе короче друзья мои знаете такое впечатление что вот просто других продуктов вообще не существует на всем белом свете вот кроме бедрушек кроме яиц друзья мои кроме капусты больше собственно и жрать нечего ну а далее ребята случилось буквально следующее севка начал зачитывать специально соответствующие комментарии в которых шупу ну так скажем по ней до проходились не очень хорошо и шупу там обозвали кабучий 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 там что-то там еще написали на что шупа друзья мои тут же молниеносно в ответ как зарет да пошла бы ты нафуй да да ну я это слово по-другому назвала на три веселые буквы короче тварина кричит больная бабка ну все я так понимаю все друзья мои расходимся абсолютно здорово да уже можно спокойно выписывать раз орет как потерпевшая и матом кроет да пошла бы ты нафуй тварина и так далее слушайте вот кто-то скажет вы знаете вот ее обзывают она обзывает в ответ но вы меня извините но можно быть как-то все-таки умнее и мудрее да хотя бы на чуточку можно было вообще шупе в принципе открыть свой рот и сказать спасибо зрителям которые мне желали здоровья да которые мне желали долгих лет жизни которые которые переживали за меня ведь можно было сказать что-то хорошее нет она решила отвечать говном на говно что касается домяна ребят он как тот самый карабас барабас как тот самый кукловод в очередной раз решил сыграть выставив мамку конечно же таком знаете неприглядном виде то есть ему это было как раз таки на руку он начал смеяться он и ждал вот этой реакции от матери когда та начнет орать материться но вот опять же да то есть вроде как бы тут люди только-только ей сочувствовали несколько дней подряд а переживали даже там за нее да и желали ей здоровья даже те люди которые до этого нелестно они отзывались и тут опять во всей красе воочию увидели все нутро бабки шуб матерщиница завистливая злая злопамятная вот понимаете даже в таком состоянии вот если бы действительно вот нормальный человек который неважно себя чувствует да он не будет говорить какие-то гадости нормальный человек ну а есть вот такие вот как она он говорит вот что говорит да да ну и тут же доволен доволен конечно же тем что сам сам там да типа за мамку за мамку но на самом деле он же сам специально зачитывает ей эти комментарии прекрасно понимая ожидая мамкиной реакции в ответ ему нужно это было для контента он собственно это получил и вы знаете я вот так вот смотрю со стороны вот мат на мате да у бабки мат на мате у севки мат на мате там это бедная зина уже мне кажется не знает куда деваться из этого просто ада самого настоящего бабка вскочила с кровати начала искать свои тапки начала рать на эти тапки вот падлы такие типа там вот куда-то там за кушетку там запала там никак ей бабки было ногой не вытащить эту что эти тапки вот говорит понеслась типа пока говорит не обосралась говорит побежала побежала говорит в этот туалет и так далее ребят я вот я вот посмотрела да хоть бы говорит не обосраться сказала шупа ну да уже сколько раз уже обсиралась и дома уже и везде где бы ты ни была обсиралась и тут вот и опять опять а севка у него теперь новая фишка он теперь уже несколько дней подряд все друзья Я маячий хвостит Зину. Он уже Зине высказывает постоянно, говорит Зина, зачем вы, говорит, оказываете маме медвежью услугу, зачем вы все для нее делаете, она должна сама, вы что из нее делаете просто лежачую. То есть, ребят, теперь уже Зина виновата. В том, что мамка лентяйка, тунеядка, в том, что она ничегошеньки делать не хочет, хочет валяться на кровати и ждет, да, вот по щелчку там скажет, так, а ну-ка Зина, иди ко мне. Поправь мне тут подушку, поправь мне тут волосы, там, натяни на меня носки, да, что-нибудь еще сделай, выполни все мои хотелки, все мои пожелания. То есть, виновата у Севки уже Зина. Представляете? Сева, а какие проблемы? Я, если честно, вообще ничего не поняла. Вперед из песни, вместе с Ирочкой, дежурьте, друг друга сменяйте, колясика своего проси, в конце концов, он же у вас там этот медработник, да, кто он там? Учился же, бедный несчастный, учился, учился, так ничему и не научился. А при чем тут Зина? Вообще пожилая, взрослая женщина, которая на все на это подписалась. Ребят, я читаю ваши комментарии, где вы пишете, Зина делает это не бесплатно. Я согласна, не бесплатно. А что, она должна это делать бесплатно? Ну, опять же, а что, очередь выстроилась, ребят, из тех, кто хотел бы делать даже платно? Платно ухаживать за Шупой? Даже платно ухаживать за Шупой никто не хочет. Очереди нет из желающих ухаживать за ней за деньги. С таким человеком, как Шупа, находиться рядом, это просто, знаете, смерти подобно. Это вот мое мнение, да, она доведет кого угодно по большому счету и со своим домиком-дурдомиком, и со всем на свете. Поэтому, ну, Шупа, Зина, если, конечно, за это получает деньги, это понятно, но в любом случае. Опять же, это Зине, даже вот это ей очень тяжело. Я прекрасно понимаю, что после всего вот этого марафона вместе с Шупой Зина будет выжата, как лимон, и ей самой, возможно, не дай бог, но может понадобиться тоже медицинская какая-нибудь помощь. Только вот другой момент, что за ней никто бегать не будет, за ней никто ухаживать не будет. Шупа не будет ухаживать за Зиной. И у Зины нет сына, который может ей оплатить, да, какой-нибудь уход и так далее. Короче, уже во всем виновата Зина. Ну, правильно. Абдомян и Шупики никогда не могут быть виноваты. Севка не виноват, захотел погулять и поехал в Киев, невзирая на то, что мамку положили в больницу. Ирочка отдыхала себе со спокойной душой в Турции, вернулась, что-то к мамке к своей родной не торопится, ну, а виновата Зина. Короче, вали все на Зину, да, благо есть на кого свалить. Зина, говорит, бегает. Что вы, Зина? Что вы, говорит Зина, делайте из нее лежачую? Севка, она лежачей была уже при тебе, когда она валялась, когда ты приходила домой, а она лежала в кровати, не вставая по полдня. Ну, так, на минуточку. Да, она просто ленивая женщина, ей не хочется ничего делать, в том числе и ухаживать за собой. Когда Севка приехала и сказал, ой, и голова-то у мамки чистая. Правильно, чистая, потому что Зина рядом, поэтому чистая. Или Надька до этого была рядом, тоже голова у мамки была чистая. А если бы она одна лежала бы, то мы бы посмотрели, как бы она была одета, да, во что бы она была одета, и как бы она выглядела. В общем, друзья мои, в очередной раз мы с вами приходим к выводу. Неблагодарное семейство. Как-то так. Ребят, вот такой обзор, продолжение следует. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok